Привет дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! Не знаю как вам, а мне частенько приходится заряжать аккумуляторы совершенно разных типов и мне всегда хотелось иметь универсальное зарядное устройство для большого спектра задач. И сегодня оно наконец-то на моем столе. Итак, после длительных поисков я решил приобрести зарядное устройство iMax B6 Mini. Знаю-знаю, эта модель на рынке уже давно. Обзоров на нее множество, однако уверен многим зрителям будет интересен именно наш обзор. Да и в данном ценовом сегменте ничего более подходящего для меня я не нашел. Причем это зарядное устройство настолько популярно, что на Али можно найти огромное множество клонов и копий. Но я решил не рисковать и взять оригинальное зарядное устройство от компании SkyRC. В плане упаковки и комплектации все очень здорово. Внутри коробки с качественной полиграфией вы найдете само зарядное устройство, подробную инструкцию на английском и несколько кабелей-переходников для подключения аккумуляторов и самого зарядника к источнику питания. Кстати, что касается питания, зарядник переваривает широкий диапазон входного напряжения от 11 до 18 вольт и запитать его можно огромным спектром блоков питания. Но так как китайские ноунейм блоки питания часто это кот в мешке, я заказал оригинальный блок питания от SkyRC на 15 вольт и 4 ампера. Впрочем о питании мы еще поговорим отдельно. Естественно ссылки как на само зарядное устройство, так и на блок питания от надежных продавцов я как всегда оставлю в описании под видео. Как я успел сказать, это устройство многофункционально и может как заряжать, так и разряжать разные виды литиевых аккумуляторов, а также аккумуляторы на основе никеля или свинца. Попутно в процессе работы с аккумулятором iMax B6 Mini может измерять емкость, отображать напряжение, рассчитывать внутреннее сопротивление, а также имеет ряд других полезных функций. Само зарядное устройство выполнено в алюминиевом корпусе, размеры которого составляют 104 на 83 на 34 миллиметра. Вес зарядного устройства 237 грамм. На левой грани расположилось гнездо microUSB для подключения к персональному компьютеру, далее прорези для выхода воздуха, за которыми находится вентилятор активного охлаждения. Также на этой стороне расположилось гнездо питания формата DC5525 и разъем для подключения внешнего датчика температуры. С помощью этого датчика можно отслеживать нагрев заряжаемого аккумулятора, правда этот сенсор не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. Переходим к правой грани, здесь можно найти выходные силовые клеммы, а также 5 разъемов для подключения балансировочных проводов лити-полимерных аккумуляторов с количеством банок от 2 до 6. Что касается нижней стороны устройства, здесь можно найти 4 противоскользящие ножки, вентиляционные прорези, наклейку с серийным номером и стикер, с помощью которого можно проверить оригинальность зарядника на сайте производителя. Наконец передняя панель, тут находится одноцветный двухстрочный дисплей с подсветкой, 4 кнопки для управления зарядником, а также нанесена некоторая полезная информация, из которой можно узнать типы заряжаемых аккумуляторов. Также здесь указано, что максимальная мощность зарядника 60 ватт, сила тока на заряд от 1,1 до 6 ампер и сила тока на разряд до 2 ампер. Как я уже сказал, для питания зарядника я приобрел фирменный блок питания от компании SkyRC. Его характеристики следующие, на отдачу 15 вольт и 4 ампера, соответственно он может выдать необходимый нам 60 ватт мощности. Однако в комплекте с зарядным устройством есть вот такой переходник с крокодилов на штекер 5525, с помощью которого можно запитать IMAX от любого аккумулятора с подходящим питанием. Кроме этого, без особых проблем можно запитать зарядное устройство от бортовой сети автомобиля для зарядки аккумулятора вдали от розетки. Для меня это очень большой плюс. Теперь пробежимся по меню и настройкам зарядного устройства. После запуска мы попадаем в главное меню, где можем выбрать тип аккумулятора, с которым собираемся работать и ряд других дополнительных пунктов. Итак, зарядник может работать с аккумуляторами типа литий-полимер, литий-железо, литий-ион, литий с повышенным напряжением, никель-металл-гидрид, никель-кадмий и со свинцовыми аккумуляторами. Далее, зайдя в пункт Bad Matter, можно посмотреть напряжение, причем мы можем видеть напряжение как на каждой банке, так и в целом на аккумуляторе. Далее давайте зайдем в пункт Bad Resistance. Зарядник протестирует аккумулятор и отобразит внутреннее сопротивление на каждой из банок, а также суммарное сопротивление на аккумуляторе. В следующем пункте меню собраны настройки зарядного устройства, а именно Safety Timer. Здесь можно задать максимальное время зарядки или разрядки в минутах. Далее, Capacity Cut-Off. В этом пункте можно ограничить емкость, которая будет залита или снята с аккумулятора. Temp Cut-Off. Тут можно выбрать температуру на внешнем датчике, при котором зарядка остановится. Temperature Unit. Здесь можно изменить стандарт отображения температуры градусов Цельсия или Фаренгейта. Далее, Rest Time. В этом пункте можно выбрать длительность паузы между циклом зарядки и разрядки. Идем далее. Nickel Metal Hydrate Sensitivity. В этом пункте можно выбрать точное напряжение дельта пика для остановки заряда никель-металлогидридных аккумуляторов. Следующий пункт тоже самое, только для никель-кадмия. Далее. Здесь мы можем включить или выключить звуковые сигналы, клавиш и событий. Далее мы можем ограничить минимальное входное напряжение, при котором работа зарядного устройства будет остановлена. Эта функция предотвратит сильный разряд аккумулятора, если вы будете использовать его в качестве источника питания для зарядного устройства. В пункте Bell Connection можно отключить необходимость обязательного подключения балансировочного разъема для литий-полимерных аккумуляторов. Далее. Max Power Set. Здесь можно ограничить максимальную мощность, которую будет выдавать зарядное устройство. И в конце подменю настроек можно сбросить все настройки на заводские, а также проверить версию железа, прошивки и серийный номер устройства. При этом, если вернуться в верхнее подменю, то мы также найдем еще один пункт Bad Memory. В нем можно забить несколько предустановок для быстрого запуска зарядки или разрядки имеющихся у вас аккумуляторов. И на этом в принципе все, я могу назвать настройки этого зарядного устройства минимально достаточными. Теперь, что касается подключения аккумуляторов. В отличие от более узкоспециализированных зарядников, у iMax B6 Mini нет специальных удобных держателей. Однако, производитель постарался максимально облегчить процесс подключения различных аккумуляторов. Для этого в комплекте есть основной переходник со штыревых разъемов на разъем T-Plug, а также ряд дополнительных переходников на разъемы разных типов. Логика простая. Берем первый переходник, к нему подбираем необходимый нам дополнительный переходник, объединяем их и далее подключаем к аккумулятору. Не очень удобно, но зато достаточно универсально. При этом, если ни один из переходников с разъемами не подходит, можно использовать переходник с крокодилами. К нему можно подключить вообще практически все, что угодно. Давайте для примера подключим литий-полимерный аккумулятор и посмотрим, что с ним можно делать. Итак, аккумулятор подключен, теперь необходимо в меню выбрать нужный тип аккумуляторной батареи. В нашем случае это литий-полимерный аккумулятор. Заходим в меню и далее можем выбрать, что хотим делать с аккумулятором. Либо заряжать с балансировкой, либо просто заряжать, либо заряжать максимально быстро, заряжать или разряжать до достижения заряда хранения, или просто разряжать. При этом, перед началом процесса мы можем выбрать ток зарядки или разрядки, а также указать количество банок в аккумуляторе. В нашем случае это трехбаночный аккумулятор. Далее длительным нажатием запускаем автопроверку. Если проверка прошла удачно, повторным нажатием запускаем процесс. В ходе заряда или разряда на экране мы можем отслеживать силу тока, суммарное напряжение, время работы и суммарную емкость. Нажимая на клавиши выбора мы также можем увидеть напряжение по баночно, уровень заряда в процентах, а также конечное напряжение зарядки или разрядки, входное напряжение питания, температуру на внешнем и внутреннем датчиках, температуру автоотключения, предустановку времени и емкости автоотключения. Таким образом в процессе работы мы можем отслеживать все необходимые параметры, что для меня как обзорщика очень важно. Помимо отслеживания параметров на не самом большом экране самого зарядного устройства, вы можете подключить его к любому персональному компьютеру на Windows, установить специальное приложение Chargemaster от SkyRC и отслеживать все параметры на большом мониторе. В принципе в программе можно найти все то же самое, что и в самом зарядном устройстве, однако все функции и настройки тут более наглядные. Для работы мы также можем выбирать тип аккумулятора, режим работы, количество ячейк аккумулятора и настроить ток заряда или разряда. Однако теперь после старта работы у нас в распоряжении появляется график изменения показателей, а именно снятая или отданная емкость, изменение напряжения на аккумуляторе, сила тока и изменение температуры на внешнем датчике, если таковой имеется. И как показывает опыт покупателей на Али, эти графики лучший способ выиграть спор, если характеристики купленного вами аккумулятора не соответствуют заявленным. И опять же, если я решу встать на тропинку тестирования разных аккумуляторов, функционал данного зарядника и приложения позволят мне дать вам максимум информации. Чтобы закончить с приложением, стоит сказать, что в нем можно скорректировать разные параметры и с большим удобством настроить различные сценарии работы устройства, включая напряжение отсечки для любого из типов аккумуляторов. В общем, за софт огромный плюс. Теперь давайте проверим точность показаний зарядного устройства. Для начала проверим встроенный вольтметр. При работе с литиевыми аккумуляторами очень важно, чтобы зарядник максимально точно измерял напряжение и вовремя останавливал зарядку или разрядку. Сейчас вы видите, что напряжение на каждой банке этого аккумулятора составляет 4,2 вольта. Аккумулятор полностью заряжен. Проверим показания с помощью мультиметра. Напряжение на первой банке 4,2 вольта. На второй банке напряжение аналогичное 4,2 вольта, что может говорить о высокой точности встроенного в это зарядное устройство вольтметра. Теперь давайте проверим, насколько точно он измеряет силу тока. Для проверки точности измерения силы тока я подключил еще один мультиметр, но на этот раз в разрыв цепи питания. Теперь давайте запустим процесс разрядки. Итак, судя по показаниям на экране зарядного устройства, сейчас разрядка осуществляется током в 0,5 А. Если сравнить этот показатель с тем, что мы видим на мультиметре, мы увидим, что зарядное устройство достаточно точно измеряет ток. Разница всего лишь в 0,01 А. Отличный результат. Принимая во внимание результаты тестов, я могу с уверенностью сказать, что с измерениями у iMax B6 mini все отлично. Кстати, у устройства также имеется возможность калибровки напряжения, но как я понял, для того, чтобы ее запустить необходим 6-ти баночный аккумулятор. У меня его, к сожалению, нет. Однако на ютюбе можно найти видео инструкцию по балансировке. Ну и теперь, чтобы сделать обзор максимально информативным, давайте разберем зарядник и посмотрим, что у него внутри. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Сразу хочется отметить, что качество монтажа и пайки на достойном уровне. Неотмытый плюс практически отсутствует. На верхней стороне платы разместилось гнездо microUSB, коннектор для подключения вентилятора, жестко запаянный экран и два токоизмерительных шунта на 0,03 и 0,1 Ом для контроля тока заряда и разряда соответственно. Впрочем, всю начинку верхней части вы сейчас можете видеть на экране. Что касается задней стороны, то здесь можно увидеть достаточно крупный дроссель, контроллер управления зарядкой, а также ряд греющихся компонентов. Тепло от всех этих компонентов передается на алюминиевый корпус посредством толстых термопрокладок. Из минусов хочу отметить, что крупные элементы зарядного устройства, например вот этот дроссель, не закреплены к плате компаундом и держатся только на пайке. Кроме этого, толстые термопрокладки далеко не самое лучшее решение для отвода тепла, и термопаста нанесена крайне неравномерно. В завершении хочу сказать, что я искал относительно бюджетный и максимально универсальный зарядник, и я его нашел. IMAX B6 Mini не новый, но зато проверенный временем и тысячами пользователей вариант. Как говорится старый друг, лучше новых двух. С помощью этого устройства я смогу заряжать и оценивать огромное количество аккумуляторов разных типов. От литиевых многобаночных аккумуляторов для радиоуправляемых моделей и до сфинцовых автомобильных аккумуляторов. Естественно на рынке можно отыскать множество других более современных и более мощных зарядных устройств. Однако в ценовой группе до 30 долларов у IMAX B6 Mini на мой взгляд просто нет конкурентов. А как считаете вы, является ли этот зарядник удачным приобретением, или я мог найти за те же деньги что-то получше, пишите в комментариях. Если вам было интересно, поддержите это видео лайком и репостом. Напомню, все ссылки на товары из сегодняшнего обзора вы найдете в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все, желаю вам отличного настроения и только удачных покупок в Китае. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!